Приветствую вас и хотел бы обратить ваше внимание на несколько моментов, этих моментов три, и касаются они разных аспектов вашей жизни, первым из которых является ваша супруговская жизнь, ваша жизнь с мужем, в результате чего вы ругаетесь. Я надеюсь, вы понимаете, что ваш ругань, ваши конфликты – это лишь следствие, а в действительности причина лежит в другом, в кардинальных разногласиях, или, если быть более точным, то в определенном моменте, с которого у вас начались эти ссоры. То есть, что есть ссора? Ссора – это эмоциональное выражение своей позиции, не совпадающей с позиции другого человека. Почему это ссора? Потому что есть эмоциональная вовлеченность. Вы пишите, что ремонт в квартире не делается, вы пишите, что новая мебель не покупается, и на то есть причина. Почему бы у вас вместо того, чтобы ругаться с мужем по вопросу денег, по вопросам быта, не спокойно озвучить друг другу причины, по которым вы не можете удовлетворить запросы каждого из вас? Вы чего-то хотите от мужа, но муж этого вам не дает. Муж чего-то хочет от вас, но вы ему этого не даете. Давайте подумаем, чего же вы друг от друга хотите вообще? Что же вам нужно? И, исходя из этого, уже будем решать проблему. Дальше. Как вы, наверное, понимаете, мужчина не заинтересован в том, чтобы делать ремонт в квартире, чтобы не покупать мебель и так далее. Завлекает вопрос, а почему он не заинтересован? Получается, раньше заинтересованность его в том, чтобы сделать ремонт была? А теперь наинтересованность нет. Что изменилось? Может быть, между вами произошла какая-то ссора? Может быть, между вами произошло какое-то недопонимание? Может быть, был какой-то конфликт, который мужчину настроил так, что он уже не видит? Теперь необходимости делать ремонт. Нужно анализировать, во-первых, так. Значит, нужно анализировать момент, с которого вы начали ссориться. Нужно анализировать ситуацию на переходе от вашего желания делать ремонт в старой квартире к нежеланию мужчины его осуществлять. То есть, когда вы были полностью друг с другом в согласии, и с какого момента это согласие перестало у вас быть. В этот момент нужно проработать. Дело в том, что думается мне, что вопрос быта и денег – это лишь вершина альберга. А в действительности ситуация такова, что ни вы не удовлетворены мужу, ни мужчину вами не полностью удовлетворены. И нужно здесь уже понимать, насколько глубока ваша неудовлетворенность, насколько она сильна. Если она не очень глубинна, и если есть интересованность что-то друг для друга делать, то, конечно же, всё можно поправить. Но только если есть желание, ну, в частности, желание, например, обоих людей, желание что-либо делать. Например, мужчина ругается с вами. Хорошо. А как он относится к семье? Ценит ли он её? Любит ли он, например, вашего ребёнка тогда? Как у вас в целом выглядит семья? Далее. Чего хочет мужчина? Вы можете ответить на этот вопрос? Чего хотите вы? Вы, наверное, знаете, но вопрос, который я вам задам, заключается в том, «А знает ли мужчина, что вы хотите? Волнует ли это его? Стремится ли он удовлетворить ваши желания или нет?» Вот на эти вопросы нужно ответить для того, чтобы, ну, начать двигаться в сторону с разбора ваших отношений с мужем. Потому что здесь достаточно мало информации про ваши отношения. Дальше. Следующий момент, который я хочу сказать, заключается в том, что вы, собственно говоря, срываетесь на ребёнка. То есть я хочу сказать именно про малыша, про мальчика. Почему мальчик не хочет ничему учиться, не хочет заниматься только мультики и машинки? Потому что, когда между родителями не всё в порядке, дети, как правило, стремятся отвлекаться. Они стремятся, значит, играть, чтобы уйти, отдалиться от внешнего мира, который видится им в разуме. Для того, чтобы ребёнок хотел учиться, нужен стимул. Нужно, чтобы дети медленно с родителями начинали это делать. То есть, чтобы родители активно завлекали своих детей, показывали им то, что им нравится. В процессе игры помогали им осваивать новое. Все дети вначале эгоисты. Они нацелены только на самих себя. И через игру, через постоянное времяпроводение с ними, с детьми, нужно обучать их чему-то новому. Ребёнок не хочет ничему учиться, потому что он не верит в то, что сможет это что-то сделать. Он не чувствует поддержки, может быть, не чувствует внимания с вашей стороны. И отчасти на это влияют ваши конфликты с мужем. Ему, то есть вашему сыну, нужна счастливая мамха рядом. Если он видит, что вы не счастливы, если он видит, что вы в постоянном напряжении, то, соответственно, ему это напряжение также передаётся. Но если вы, в силу удовольствия, вы зрелый человек, можете это напряжение как-то контролировать и направлять его, скажем, в конструктивное русло, то ребёнок этого делать не может. Он ещё этому не обучит. Он выбирает наиболее лёгкий путь, а именно игры и мультики. И поэтому для начала, прежде чем говорить о контакте с малышем, будем наладить вашу личную гигиену духовную. Вашу личную духовную гигиену. Которая, с одной стороны, зависит от отношений с мужем, так как это непосредственно то, что вас касается. С другой стороны, и это главное, оно касается лично вас. И это третий аспект. Третий аспект касается того, что вы представляете из себя сами. Без привязки к мужу, без привязки к ребёнку. Сами. Как с личностью. Если у вас свои собственные цели, если у вас свой собственный досуг. Имеете ли вы свою жизнь лично? Отдыхаете ли вы? Проявляете ли вы себя именно как личность? Чувствуете ли вы себя личностью, то есть свободным человеком? Ну, свободный, естественно, не совсем правильное слово. Вы можете его не так понять. Я бы сказал так. Обособленным. Обособленным человеком. То есть, вот принимаете ли вы себя не в контексте жены и не в контексте матери своего ребёнка. А именно в контексте общественного индивида, социального субъекта. И уделяете ли вы время себе на то, чтобы чисто для себя провести время, сделать что-то именно только для вас, только для самой себя. Ответ на этот вопрос тоже очень важен. Потому что, если нет, то нужно разобрать возможные блоки, которые не дают вам это сделать. И если вы считаете, что это не нужно, то смею вас разуверить. Это очень важно. Потому что без этого, во-первых, вы не цените, точнее постепенно преуменьшаете свою собственную ценность, свое собственное достоинство. А значит, снижаете это все в глазах мужа. Во-вторых, растёт ваша неудовлетворенность жизни вообще. Потому что любой человек, независимо от социального положения, имеет право на личностное развитие и на свое собственное личное пространство и личные границы, где он бы отдыхал морально и физически. И, соответственно, этот сын не может не влиять на вашего сына, который тоже видит вас как забеганный, уставший, постоянно на нервах мамой. Но это не делает вас для него каким-либо образцом поведения, образцом для послушания. Кроме того, поскольку у вас имеется сын, то для сына очень важно общение с отцом, с родителем. И последний вопрос, который я хотел бы вам задать, так сказать, почву для размышлений пока. Это то, как мальчик общается с отцом. Вот именно отец является авторитетом для вашего сына, именно отец является первичным образцом поведения для вашего сына. И именно с ним сын начинает проявлять свои первичные мужские качества, а именно сатерничество и стремление быть похожим. Соответственно, чтобы мальчик что-то делал, чтобы он что-то начал полезное осуществлять, чтобы он начал учиться и заниматься, как вы говорите. Ну и на влияние отца, нужно влияние от папы, чтобы именно папа, пользуясь своим мужским авторитетом, своей мужской жесткостью, показывал сыну, что есть такое понятие, как надо, что когда надо, ты просто берешь и делаешь. Независимо от своих желаний. Если связи ребенка с отцом нет, то нужно понимать почему. Почему нет, что ее блокируют. Что не дает ей быть. А если есть, то ее необходимо улучшать, качественно изменять и развивать. Если связи нет, то можно говорить о том, что сын также не привязан к отцу, а это значит, что он не чувствует родителя, а отсутствие ощущения родителя и дает такое вот поведение, которое вы описываете. Если ребенок предоставит зам себе или очищает отличную свободу, переизбыток времени, то это тоже может негативно сказываться на нем. Конечно, здесь есть определенные тонкости, они определяются личностью ребенка, но, тем не менее, очень велика вероятность негативного воздействия переизбытка времени. Особенно на фоне всех остальных проблем, которые вы описали. Итак, мной были разработаны несколько аспектов, которые мне показались важными, которые мне показались, ну, особенными, которые мне показались ключевыми в вашей ситуации. Значит, если вы хотите эти аспекты проработать и изменить, вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе, который вам понравится, и начать работать с ним по проблемам. Которые я описал, а может быть, другие проблемы будут, это процессы работы выяснится, либо самостоятельно предпринимать усилия по осуществлению определенной деятельности для улучшения ситуации в тех аспектах, которые я описал. Причать вам, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.